Первое послание, она вторая глава. Последние где-то, наверное, 3-4 субботы у нас тема одна такая была. Что-то я вот с неё не могу сойти, и вот сегодня, пока ещё я не могу с неё сойти. Освещение. Началось у нас всё с освещения, то есть, помните? Sanctification, освещение. Потом мы с вами говорили, что такое осквернение. Осквернение — это совершенно диаметральная, противоположная вещь освещения. И в чём заключается освещение, буквально двух словам освещить, это значит отделиться. И когда речь идёт об отделении, освещении, в принципе, подразумевается только одна вещь. Освещение от мира, отделение от мира и посвящение, посвятить себя Богу. Вот. Когда человек освещенный, посвященный или посвященный Богу, то и по этому Писанию обращается к нам. Написано, что Христос соделал нас царями и священниками Богу. То есть тот же смысл, тот же корень, священники Богу, отделённые для Бога люди. И что происходит, если такой человек верующий? А это мы с вами. Мы с вами святые. Как это может не казаться парадоксально и не звучать парадоксально, но Бог на нас так смотрит, потому что мы святые во Христе. Это не потому что ты или я святые, а потому что Бог нас соделал и дал нам такое звание и призвал нас званием святых. И Он так на нас смотрит, потому что именно такие. А иначе с Богом нельзя общаться. И если такой человек каким-то образом соединяется с миром или увлекается мирским, или чем-то поступает по обычаю мира, то это не просто безобидно. Происходит на самом деле что? Мы уже с вами... Что? Совершенно верно. Вот молодцы. Происходит осквернение. Он оскверняется. Он оскверняется. Пример? Пример посвящения. Например, вот есть микрофон. Вот этот микрофон. Этот микрофон я взял и посвятил его только проповеди Слова Божьего. Я сказал, что я этот микрофон больше ни для чего использовать не буду. Я его посвятил Богу, Божьему делу. Потом я беру и даю этот микрофон какой-нибудь там певичке какой-нибудь, который начинает там выкручиваться с этим микрофоном и нас... Ну и сами понимаете. Понимаете? После этого я прихожу и начинаю опять этот микрофон использовать для Божьего дела. И Господь говорит, но... Почему? Что произошло с микрофоном? Он осквернен. Он осквернен. А можно этим микрофоном пользоваться для эстрады? Можно. Для этого просто не надо было его посвящать Богу in the first place. Но раз я его уже посвятил, я его отделил от всякого другого использования. Значит, это вещь, посвященная... Поэтому при храме были всякие... При жертвеннике были всякие предметы обслуживания жертвы, и они были отделены. Ничем нельзя... Эти вещи нельзя было никогда, ни для чего другого использовать, только для Божьего какого-то дела, связанного с приносением жертвы. Вот примерно вот такой принцип. То же самое и здесь. То же самое и ты и я. Бог взял и тебя отделил от мира. Он взял тебя себе. Что произошло? Он дал тебе слово. И когда Он дал тебе слово, то в этот момент мир тебя возненавидел. И когда ты принял это слово, мир тебя возненавидел, и ты стал, что? Не от мира сего. Другими словами, ты стал освященным от мира, посвященным Богу. Значит ли это, что ты теперь в мире должен быть? Ну. Ты должен жить в этом мире жизнью, но... Но я говорю о духовных вещах, и Он говорит о духовных вещах. Он, во-первых, говорит о духовных вещах, потом я. Что ты живешь в этом мире как нормальный человек, но, в принципе, ты не от мира сего. У тебя мысли направлены в другую сторону, у тебя цели в жизни другие, у тебя intentions of your heart, у тебя мотивы. То есть ты человек уже из другого теста, понимаете? Но опять-таки ты ходишь на работу, ты общаешься с людьми, ты хороший сосед, ты хороший гражданин. То есть не надо быть там в пещере жить и никого не видеть. Но мы должны быть солью этому обществу. Но в сердце своем ты уже не от мира сего. Ты уже не от мира сего. И это очень большая тема. В принципе, это центральная тема, потому что без святости, хранить святость, без которой никто никогда не увидит Господа. Да, и вот человек, который был посвящен Богу, верующий человек, который Бог заделал святым, и он оскверняется. Он оскверняется, почему? Потому что он поступает. Хоть он и верующий, но Павел говорит, если у вас там есть зависть, там всякие ссоры, разногласия, говорит, не плотские ли вы? И потом он запятая говорит, не по обычаю ли мира сего вы поступаете? Так почему ты, святой человек, поступаешь по обычаю этого мира? А что на самом деле происходит? Что человек, который был посвящен Богу, он, микрофон пошел на эстраду, как говорится, он осквернился. Он осквернился. А это значит, что этот человек был, что побежден миром. Вот в этом смысл. А Иисус Христос сказал, что никто, побежденный миром, не наследует, не войдет туда. С ним будут только кто? Победители, 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 побеждающие, наследует, побеждая, имя напишу и так далее. То есть с ним одни победители. Об этом мы знаем из Откровения. Об этом, о поражении, речи быть не может. Быть такого не может. Ну и давайте мы прочтем во второй главе. Здесь, скажем, с какого стиха? Ну, может быть, тринадцатый стих. Да, вот смотри. С тринадцатого, двенадцатого. Вот, скажем, тринадцатый стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы...» Смотрите, «юноши победили лукаво». Интересно, да? «Юноши победили лукаво». А как юноши сохранить себя? Помните? В чистоте или помните там по слову твоему. «Пишу вам, отрыки, потому что вы познали отца». И вот он уже говорит, то пишу, а то, говорит, уже написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноша, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукаво. Значит, здесь мы уже немножечко больше узнаем, в чем заключается победа. В чем заключается победа над лукавом? Смотрите. Потому что вы сильны. Почему вы сильны? Потому что Слово Божие пребывает в вас. Не просто мы его знаем, а оно пребывает. Это что значит? Человек, что значит сохранить Слово? Храни себя по Слову. Сохранить Слово – это значит жить по Слову. Это не просто знать его или проповедовать его. Хранить Слово, храни заповеди – это значит жить по тому Слову, которое у тебя есть. Это значит сохранить Слово. А когда ты это делаешь, когда ты так вот слово пребываешь, и ты в слове, слово в тебе, то именно вот тогда происходит что? Тогда ты побеждаешь лукавого, который есть кто? Который есть князь мира сего. Тогда ты побеждаешь и лукавого, а если ты его победил, значит, ты и мир победил, князь которого он является. И что дальше написано? И вот он дальше говорит, опять продолжая эту мысль, он говорит, и тут же говорит то, что нам надо, не любите мира, не того, что в мире. И он говорит, кто любит мир, в том нет любви отчей. Значит, тот человек, тот верующий человек, который любит мир, а вы, в принципе, знаете. Даже можно посмотреть на верующего человека, ну, может быть, не сразу, ну, в принципе, главное за собой смотреть. Но, тем не менее, хорошо учиться на чужих ошибках. Следить нужно за собой, смотреть на себя. А на другого можно поглядывать, чтобы учиться, как надо, если он хороший пример, и как не надо, если он нехороший пример. Так вот, человек, который любит мир, а ты это, в принципе, видишь. Ты видишь. Ты это в себе видишь, ты это во мне видишь. Так вот, человек, который любит мир, в нем нет Божьей любви. А если в нем нет Божьей любви, любви отчей, то а что-то там в нем есть? Языки, пророчества, а кому они нужны, если нет любви? Что Писание говорит? Если ты там мертвых поднимаешь, а любви не имеешь, то что? Медь звенящая, кимвал звучит, то есть пустота. Если человек любит мир, то в нем нет места для Божьей любви. Это то, что сказано. А если нет Божьей любви, так он не может, во-первых... Что такое, что делает Божья любовь? Божья любовь, это Божья любовь, она есть в человеке. Значит, что Бог? Божья любовь, она не может поступать плохо, она не может поступать вопреки истине, она не может ненавидеть, она не завидует. Помните, там все это есть? Значит, если в человеке нет Божьей любви, он не будет любить истину. Если ты не любишь истинно, ты не будешь поступать по ней. Если в тебе нет Божьей любви, а какой любовью ты будешь ближнего своего любить? Человеческая? Так что такое человеческая любовь? Человеческая любовь в чем она заключается? Я люблю только того, кто меня любит. Так фарисеи делают то же самое, неверующие то же самое делают. Неверующие люди приглашают в гости того, кто их приглашает в гости. Понимаешь? Это для этого тебе нужно Библию читать. Для этого ничего не нужно читать. Когда ты любишь того, кто тебя любит, ты в принципе не его любишь. Ты любишь его для себя, потому что через любовь к нему ты получаешь себе. Вот что такое человеческая любовь. Понимаешь? То есть я знаю, что я от тебя что-то получу, поэтому я тебе тоже что-то тебя люблю. Якобы что-то тебя... То есть с библейской точки зрения это ничего общего с любовью вообще не имеет. Это корыстная вещь. Любовь и корысть — это взаимоисключающие в себя понятия. Бог так возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего. И любовь написана, Бог доказывает нам свою любовь, когда Он возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. То есть ничего Он от нас не имеет. Бог вообще от нас ничего не имеет. Он все отдает. То есть и человек, который любит мир, в нем нет этого. И поэтому все его христианство, и все его... Вообще там вообще ничего нет. Понимаете? Потому что смысл всего... Павел говорит Тимофею, что смысл увещевания — это любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Смысл нашей веры — это Божья любовь, чтобы она проходила через нас, и тот не познал его. Поэтому... А ее не будет в себе. Ее просто не может быть в человеке в том, кто любит мир. В том нет... В том нет любви Отче. Это и есть Божья любовь. И он объясняет, потому что все, что в мире, это похоть, плоти, это сплошная похоть, это сплошная похоть, и это гордость. И это не есть от Бога, это от мира всего. И дальше он говорит, что проходит мир, и похоть его проходит, а исполняющая воля его пребывает вовек. То есть, ну тут вообще... Тут вопросов нет. Тут нет вопросов. Поэтому... Поэтому что Бог делает? Первым делом он говорит, «Храните себя неоскверненными от мира». И Иаков говорит, что вы... Если вы дружите с миром, то вы сами себя делаете врагами Богу. То есть это совершенно недопустимо. Мало того, человек, который полюбил мир, то он есть пораженный. Он побежденный. Он побежденный. Чем? Миром. И он побежденный. И потом можно называться христианином. Можно называться христианином в квадрате. It makes no difference. He's not going anywhere. Понимаете? Этикетками никто не спасается. Должна быть внутренняя Божья жизнь, которая есть что? Любовь. Как-то там в калатах написано, по-моему, обрезание или не обрезание, это не важно, а все вера, действующая любовью. Вот смысл. Христос говорил, что он не от мира всего, и что мы, ученики, его тоже не от мира всего, потому что приняли слово. Павел говорит в послании к галатам 6 главе, что он был распят крестом Иисуса Христа для мира, и мир распят крестом для него. То есть из этих мест Писаний и из многих других мы уже процитировали Иакова с вами и много других, и вот здесь из многих других мест Писания отчетливо видно, какое должно быть отношение к миру у верующего человека. Оно не должно быть каким-то расплывчатым, оно не должно быть, самое главное, компромиссным. Такое, знаете, как бы на две ноги, понимаете? И туда, и сюда. Сидеть на двух стульях, как говорится. Но отношение к миру у верующего человека должно быть совершенно конкретным, конкретным, четким, но ни в коем случае не расплывчатым. Почему? Потому что вот это вот компромиссное отношение с миром — это опасно, это компромисс. И вот мы прочли, что Слово Божье, они приняли Слово Божье, и мы знаем из другого места Писания, что когда мы приняли Слово Божье, знаете, что произошло? Когда ты принял, мир тебя возненавидел. Мир тебя возненавидел, потому что ты спринял Слово Божье. А я этого не ощущаю. Ну, окей, значит, ощутишь. Ощутишь. Мир тебя возненавидел. Так Писание, это он так сказал. Потому что ты стал не от мира сего. А если ты не просто принял, а если ты пребываешь в Слове, если пребудете в Слове моем, познаете истину, то тогда ты есть кто? Тогда ты есть, ты сильный, ты есть победитель, ты есть тот, кто победил лукавого. То есть ты победил вот этого лукавого, как эти юноши. То есть ты сохранил Слово. И вот такое должно быть твое отношение к миру. Но князь мира всего, этот сатана, лукавый, он всеми силами старается втянуть верующего в какие-то отношения с миром. И поэтому он не против, чтобы ты остался верующим. Он не говорит, что ты уходи от Бога, перестань верить, просто верь, посещай, там все, no problem. Но немножко не помешает тебе там enjoy this world. Понимаешь? А я христианин. Потому что он знает. Он знает, чего мы не знаем. Он знает, что этикетки, вот эти вот labels, они не помогают. Самое главное – отношения. Отношения. Отношения с миром может быть точно в такой же степени важны, как отношения с Богом. Потому что отношения с Богом – это жизнь, а отношения с миром – это смерть. Отношения с Богом – значит, ты будешь там, где Бог. А отношения с миром – ты будешь там, где кто? Там, где мир. А где мир будет? И что будет с миром? Ты знаешь. Потому что мы только что прочли. проходит образ мира сего. И человек, который связан с миром, и он проходит. А человек, который имеет отношение живое с Богом, написано, что пребывает вовек. Понимаешь? Поэтому вот что важно. А при этом, как ты называешься, много там всяких передач есть и свидетельств, сколько христиан и сколько пастырей оказывается в аду и со своими всякими этими названиями и со своими погонами идут туда, куда не нужно. Почему? Потому что неправильные отношения. Неправильные отношения. В этом-то и заключается борьба. Твоя связь с миром — это или твое спасение, или твоя погибель. Это ты решаешь. И причем, как я уже сказал, неважно, как ты называешься. Нельзя иметь отношение с двумя, потому что, как Яков сказал, дружба с одним — она делает тебя врагом другим. Если ты имеешь живые отношения, если ты посвятил себя Богу, и пребываешь в его слове, то мир тебя ненавидит. Не надо питать иллюзии. Мир тебя ненавидит и будет ненавидеть, потому что ты не от мира сего. Ты как... Ты... Ну, ты обличаешь мир. Это... Он ненавидит тебя, как Иисуса Христа ненавидел. Меня гнали, и вас будет гнать. И князь мира сего, что он пытается? Он пытается тебя и меня втянуть хоть в какие-то отношения с этим миром. Он пытается церкви втянуть в какие-то отношения с этим миром. И, к сожалению, у него это иногда удается. В этом-то и есть борьба, в которой ты должен быть обязательно победителем. Ни в коем случае. У тебя нет такой option или на ничью, или на проигрыш. У тебя нет такой option. Это не дается тебе, потому что победитель... Если он победитель, значит, ты побежденный, и у тебя нет общего ничего. Побеждающий наследует все. Побежденный ничего не имеет. В этом твоя основная борьба. Борьба с миром. В этой борьбе не нужно быть снисходительным к себе. В этой борьбе не нужно быть таким, знаешь, добрым. Не нужно быть вот таким, ну, вот таким, знаете, душевность это. Потому что ты имеешь дело с врагом, который смертелен. Он тебя не ранит, он тебя просто губит. Мирское — это человеческое. Мирское — это не значит... Дьявольское — это не значит, что он такое. Дьявольское — это душевное. Поймите, дьявольское — это душевное. Это доброта. Это вот какое-то внимание. Это почтение. Это лесть. Похвалить. Пожалеть. Кстати, это опасное дело, когда тебя жалеют. Потому что... А еще опаснее, когда ты принимаешь эту жалость. Что делает жалость? Ты, благодаря жалости, ты оказываешься в центре. I'm a poor thing. Меня жалеют. Я в центре. А за этим стоит желание быть в центре. Внимание. Быть в центре. Меня жалеют. Мною интересуется. Душевное. Бесовское. Бесовское. Демоническое. Красота. Добренькое. Жалостное. Бесовское. Это все знак равенства. Это все через запятую. Поймите это. Люди это не вмещают почему-то. Люди ищут этого. Почему? Потому что они... Вот этим движутся. Человеческим. Отойди от места. Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что какое... Человеческое. Небесовское. Это оно и есть. Но это сатана думает по-человечески. А лучше сказать, человек думает по-сатанински. Поэтому отвергни прежнее. Обнови ум. И думай новым умом. Умом Христовым, который тебе дан. Так вот, это мирское. Вот что такое мирское. Мирское — это демоническое. Это не то, что там какие-то там фильм ужасов. Это само собой. Это ясно. А это человеческое, душевное. Будьте осторожны с этим. И этого хватает. Что там, что снаружи, что внутри. Я говорю про церковь. Понимаете? Я вам приводил много примеров на это. Эта тема тяжелая. Она несложна так слушать, понимать, а усвоить ее и зафиксировать ее — это несложно. В смысле, нелегко. Он говорит, мол, помните, как они все осудили Марию, потому что она разбила сосуд и помазала Иисуса Христа. Надо же было его отдать этим нищим, что ты потратила. То есть человек принес Иисусу Христу жертву, а он говорит, это waste. Это что это? Это кто говорит? Это человек говорит, но это не просто. Это апостолы говорят, которые провели с ним три с половиной года. И где это все было, то, что они слышали и видели? Понимаете, как выглядит? Человеческая — это гуманность. Что такое гуманность? Это когда все делается для человека, но ничего для Бога. Гуманность — это удар ниже пояса. Это запрещенный удар. Но это не Божий. Бог не гуманный. Бог истинный. Бог человеколюбивый. Но не надо Бога называть гуманным. Если бы Бог был гуманный, то Израиль бы не остался. В кости бы израильтян не остались бы в пустыне. Миллионы людей. Если бы Бог был гуманный, то Он бы не послал Иисуса на вина искоренять народы. Народы. Просто стереть с лица земли. И Моисея посылал. Если бы Бог был гуманный, Он бы не отдал через апостола Павла человека отдать тело его в сатане во измождение плоти. Гуманный Бог так не делает. Но истинный делает. Вы понимаете, что я говорю? Бог истинный. И чтобы спасти душу, Бог делает серьезную операцию. Глубокую. He goes deep. Это разделение духа и души. И причиняет боль, если нужно. И все это для того, чтобы дух был спасен. День Господень. День посещения. Душевный человек это не понимает. Душевный человек это естественный человек. Он не понимает это. Для него это... Поэтому люди притыкаются. Поэтому люди притыкаются. Так вот, вот это мирское. Вот это мирское. И вот этим нужно быть очень осторожным. И когда человек верующий начинает, вот эти, среди христиан начинаются вот эти вот отношения, построенные на вот этой вот человеческой, это естественное, понимаете? Это естественное, душевное человеческое поведение. Оно не сверхъестественное. Писание говорит, что служите друг другу тем даром, который вы получили. Мы должны друг другу служить не своим естественной добротой. Мне не надо это. Если я хочу естественно, я могу общаться с неверующими людьми. Там есть, хватает. Там a lot of good people, между прочим, неверующих. Я могу получить много теплота, теплоты там и душевности. Это есть. У меня это было. Что вы думаете? Есть. И вы сами это лучше, не хуже, чем я, знаете. Писание учит нас, что мы друг другу служили дарами божьими, сверхъестественными, которые, кстати, есть у каждого из вас. Но вот это вот охи и ахи человеческие, это не то, чем ты должен служить мне и я тебе. У тебя есть Божье. Вот этим дай мне. Вот это дай мне. У тебя есть то, что у меня нет от Бога. Вот это я хочу. А у меня есть то, что у тебя нет. И вот это ты хочешь. А вот это вот человеческий штует тебе не нужен. Потому что для этого в церковь приходить не надо. Но самое интересное, что это мирское. Это мирское. И вот через вот это вот человеческое такое, все это такое, такое, да, всякое вот это вот. Мир заходит в церковь. Мир заходит в церковь. Халловин заходит в церковь. Крисмос заходит в церковь. Там зайчик какой-нибудь. Ну, я, к примеру, говорю. Хвостик какой-нибудь. Пушистенький. Ну, whatever. Ну, вы поняли, что я хочу сказать. То есть заходит и зашло, и благополучно, да, и расширяется еще. А праздники Господней далеко не все церковь вообще знают, что это такое. А они пророческие, кстати. И они не израильские. Они Господни. They belong to everybody. Почему церковь не пропускает какой-нибудь там праздник, который празднует... Почему церковь празднует те же вещи, что празднуют неверующие люди? Что общего света со тьмой? А почему церковь пропускает те вещи, которые Бог дал, чтобы это... Моедим, это на иврите называется. Моедим — это назначенные времена, чтобы по ним понимать, что следующее, что следующее грядет. Что тебе... Если ты празднуешь Крисмас, ты что, поймешь пророческие дела, которые стоят теперь, которые идут в мир? Соблюдая Крисмас, ты же ничего не поймешь. Даже соблюдая этот Thanksgiving, ты тоже ничего не поймешь, хотя это, в принципе, неплохой праздник. Но если ты размышляешь над праздником труп, если ты размышляешь над судным днем, над Пятидесятницей, вот эти шивот, то что-то будет Господь тебе открывать, если ты ищешь. То есть... Ну, я уже... Да, я уже отвлекся. Вот в таком плане, понимаете? Вот эти вещи. И в этом-то... И мир, и вот это делает князь, который хочет, чтобы... Вот так вот человек... Верующий человек. Верующий, да, верующий. Но в то же время, чтобы он и верил, и Бога любил, и... И тут успевал, понимаете? И это называется компромисс. Это... It is not going to work with God, period. Потому что Бог есть кто? Бог есть... Правильно. Он есть ревнитель. Что такое ревнитель? Он тебя не будет делить, потому что написано до ревности любит дух, живущий в вас или в нас. Это значит, что он не будет тебя делить. Ревнивый муж не будет делить свою жену другим мужчиной. А муж, которому... Who doesn't care? Он скажет, ok. See you tomorrow. А ревнитель не будет. И так и Бог. Он ревнитель. Он не будет делить свой народ с другими богами. Он не будет делить свой народ с миром. Он не будет это делать. И поэтому, если человек выбирает мир, Господь говорит, ok. See you. Never see you. Не то, что tomorrow. Я никогда не знал вас. И этого много. И этого много. Поэтому тебе нужна только победа, тебе нужно только бодрствовать, внимательно пойти, не смотреть на людей, потому что люди — это такое дело. Ну вот давайте посмотрим еще место Писания. Иоанн, 16 глава, там есть у нас один стих. «Се сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь. Я победил мир». Вот то, что нам нужно. Христос победил мир. Это то, что нам нужно. Но посмотрите, что он был в мире. Окей. Он был в мире. И мир его не мог победить. Но он победил мир. Когда он был в мире, он проходил через скорбь. «Душа моя скорбит смертельно», он сказал. И нам он сказал, что вы в мире будете иметь скорбь. Но люди не хотят иметь скорбь, потому что кто хочет иметь скорбь? Поэтому люди пытаются... Вот, например, если кто-то там какой-то есть, человек опасный, который мне может дать скорбь, то я пытаюсь с ним наладить отношения, подружиться, чтобы он не обижал меня. Правильно? И вот то же самое верующий человек делает с миром, потому что мир ему дает скорбь, но он не хочет иметь скорбь, поэтому он пытается с миром как-то подружиться. Ну, а в Бога я верю. В Бога я верю. Но Христос говорит, «Ну, если вы идете за мной, вы в мире будете иметь скорбь». И Павел говорит, «Многими скорбями вам надлежит войти в царство». Вот, поэтому... Но самое главное, говорит, вы мужайтесь, вы мужайтесь, вы будьте тверды, не бойтесь. Почему? Потому что я победил мир. Если ты посмотришь на Иисуса Христа со стороны, вообще на Его служение, на Его путь, особенно на Его конец, да и вообще на всю Его жизнь, то человеку, который не мыслит духовно, очень трудно понять и увидеть, где он победил этот мир. Он говорит, даже лисица имеет норы, а сын человеческий, ему даже негде голову преклонить. Посмотрите, где он родился, посмотрите, как он жил, посмотрите, он же родился в Хлеву. Это нормальный человек? А сын Божий должен рождаться в Хлеву? Ему даже негде было голову преклонить. А как он умер, это вообще отдельная тема, вы сами знаете. И он остался один. Они все разбежались. Потом они сказали, что мы вообще его не знаем. Это, кстати, не только Петр. Это они все убежали от Него. А что это за победитель такой? В чем заключается победа? Победа заключается не в этом. Победа заключается в том, что Иисус Христос не изменился. Мир не мог его поменять. Он остался верен своим принципам. Он остался верен слову, которое получил от Отца. Он не поменял. Мир его не изменил. Вот его победа в чем. Но что происходит с верующим человеком? Иногда человек верующий говорит, вот когда-то, лет 15 назад, я был очень сильный, я ревновал, там через меня были, Господь через меня сильно действовал. А сейчас что-то я как-то вот, ну что-то осуетился. Осуетился. Что значит, что я осуетился? Это заботы житейские осуетился. А заботы житейские, это что, это духовная вещь или нет? Конечно нет. Почему? Потому что они отягощают сердце, и можно пропустить день Господень. То есть, понимаете, значит, он изменился, да. Господь изменился, нет. А почему же ты ослабел? Ну потому что ты изменился. А почему ты изменился? Потому что отношения у тебя есть. Кроме отношений с Богом, у тебя есть еще другие отношения. С чем? С миром. И, значит, мир его что, изменил? Изменил. Значит, он победил? Это надо разбираться еще, победил ли он. Вы запомните, самое главное, из сегодняшнейшей темы, вы должны самое главное запомнить одну фразу. Ты не имеешь права быть побежденным миром. Period. Если это стоит вырвать глаз, значит, потерять руку, потеряй руку. Может быть, придется потерять жизнь. Только на все, что угодно. Ценой жизни, если надо. Ценой только угодно. Все, что угодно и что угодно. Только не будь побежденным миром. Вы запомните это хорошенько. Потому что мы не знаем, что завтра будет. Ты же не знаешь, перед каким выбором тебе жизнь поставит завтра. Вы же видите, мы должны быть готовы к скорбям. Он говорит, вы будете иметь скорбь. Потому что так надлежит войти в царство. Сейчас, вы же видите, мир вступил в какую-то фазу. Это не просто там временное. Сейчас другая тема, большая. Я и не разбираюсь в этом. Но все говорят, и я тоже могу это сказать, в общем-то, с соответственностью, что мы живем в новом мире сейчас. И он будет и дальше новый. Но не тот новый, какой нам хотелось бы. Тот мир, в котором мы жили, там 20 лет уже никогда не было. Происходит... Происходит... Вот когда-то была перестройка в Советском Союзе, помните? Так вот сейчас происходит перестройка в мире. И все это идет в то направление, которое мы знаем из Гиблии. Это все идет туда. Мы вступили в новую фазу. И уже не будет обратного. Не ждите другого. И поэтому нужно быть готовым. Потому что мы не знаем, как оно будет. Реорганизация. Прежнее прошло. Мы, по-моему, вступили в эпоху, когда вот начинаются войны, воинские слухи, какие-то эпидемии. У них речь идет о нехватке продуктов. Ну, в принципе, это уже не только речь. Это уже имеет место. Где-то больше, где-то меньше. А что потом будет? Что Христос сказал Матфея 24-й? Будете гонимы. Первое это что? Это вот эти вот вещи. А потом уже речь идет, пойдет уже. Вопрос будет стоять. Вокруг меня все будет. Сейчас это такое. Там что-то цари между собой разбираются. Там экономика. Ну, это такое. Кто-то говорит, ну, такое всегда было. Хорошо. Я считаю, что не было. Ну, кто-то говорит, что было. Файм. Это дело такое. Но потом будет, следующее будет. Какой признак? Это что? Это же схватки начинаются эти, предродовые. Какая следующая схватка будет? Будете гонимы за имя мое. Понимаете? За имя мое будете гонимы. Я не знаю, когда это будет. Знаете, женщины лучше знают, как там эти схватки происходят. Иногда между схватками есть интервал. Может, полчаса, может, неделя. Это я не знаю. Это вы мне объясните потом. Но, поэтому, но следующее будет вот это. А там что скажут? Мир, что такое было? Такого не было. В другой стране гонят. Да, но это будет по всему лицу Земли. Она найдет как сеть по всему лицу Земли. И это для чего я говорю? Это не моя тема. Я не знаю. Я так просто то, что я вижу. Это я говорю о том, что нужно быть готовым. Это нужно быть готовым. Потому что мы будем иметь скорбь в этом мире. Или ты живешь в North Korea, или ты живешь в Америке, якобы христианской стране. Где бы ты ни жил, у тебя будет какая-то скорбь. Зависит из того, где ты живешь. Там одна скорбь, там другая. Но без скорби ты не будешь. Почему? Потому что он говорит, что в мире ты будешь иметь скорбь. И в Царство Божие это нужно многими скорбями. Ты не въедешь туда на белом коне. Туда написано, что если праведник едва спасется. То есть роды – это же не enjoyable process. Правильно? Это же… Вы же сами понимаете, что такое роды. То же самое и здесь. То же самое и здесь. Поэтому нужно быть готовым к этому. Может, придется пойти на какие-то жертвы. Может, придется… Вопрос в следующем. Готов ли ты к этому? А если станет вопрос? А если тебе придется выбирать? Если там посланники Верима говорится, что они восприняли расхищение их имущества с радостью. Can you do that? Can I do that? Ты же что-то работаешь, ты же что-то собираешь. Это же дело, может быть, 20 лет. Ты уже создал себе какой-то микроклимат. И вдруг расхищение имущества. Это не на тебе, как говорится, то, что твое имущество, может быть, расхитят. Вопрос в другом. Как ты это воспримешь? Ты это… Некоторые… Помните, когда был кризис здесь? Некоторые прыгали с моста? Потому что теряли. А он говорит, что вы это восприняли с радостью. No problem. Почему? Потому что люди знают, что настоящее сокровище у них там. А где сокровище твое, там и сердце твое будет. Так если мое сокровище здесь, то и сердце мое здесь. А если сердце мое здесь, значит, так и я здесь буду. Ну, а если я здесь буду, так что здесь хорошего? Понимаете? То есть, в принципе, тут ничего сложного нет. Вопрос в другом. Вопрос, где ты? Как ты находишься? Поэтому Христос сказал, вспоминайте жену Лотову. Вспоминайте, потому что плохо было с ней. Плохо кончилось. Верующая была. Вышла же. Она же вышла. И израильтяне из Египта вышли. Но выйти – это полдела. Надо же еще войти. А между выходом и входом лежит путь, лежит пустыня, лежит эта жизнь. И выйти – это ладно, а вот войти. И потом мы говорим, вот она вышла. А вышла ли? Многие-то ее вышли, а сердце у нее осталось там. Вот и все. То есть где сокровище твое, где жена Лота? У нее даже имени нет. Понимаете? Она, ее identity – это… Лота мы знаем, что это Лот. А она кто? А она жена Лота. То есть она сама по себе… Что? Скомсер. Да. То есть она по себе из себя ничего не представляет, чтобы ее идентифицировать с чем-то. Она жена его. Она не личность. Она не личность. Она жена человека, который ей личность. Потому что она… Где ее сокровище? В городе. И на город идут суды Божьи. И она, понимаете, вот и все. А там ее сердце осталось. Поэтому Христос не случайно сказал, вспоминайте жену Лота. Он вообще никогда ничего не говорит случайно. Поэтому дьявол хочет, чтобы ты был связан с миром хоть как-нибудь. А когда человек связан с миром, он побежден. А если человек побежден, он не войдет. Вот это вот. Вот это основная моя мысль. Это моя основная мысль. А все, что я остальное делаю, это просто я доказываю одну и ту же мысль. Показываю и доказываю из Писания. Иисус Христос не совокупился с миром. И в этом его победа. Сатана ему предлагал. Помните? Вот я тебе все богатства… I'll give you everything. Everything. Это мне все дано. Он может дать. И самое интересное, что он дает. И самое еще более интересное, что люди берут. Но за это они что должны делать? Поклониться ему. Или, можно сказать, продать душу ему. И в литературе эти образы есть. Мефистофель, Фауст, помните? Адам и Ева. Адам и Ева. Они тоже стали на пути истины. Бог их создал, они были безгрешны. Но потом они увидели плод. Кто им предложил этот плод? Этот змей, этот сатана. Они приняли от него. Это не важно, что. Это не важно, что они приняли. Важно, от кого они приняли. Не важно, что. Он может тебе дать… Он даже в Писании цитирует тебе. Понимаешь? Это не важно. Важно источник. Какой дух за этим стоит. Понимаете? Он же Иисусу Христу цитировал Писание. И там, говорит, вот идут служители, и они возвещают путь спасения. А это же за этим какой дух стоял? Павел же выгнал этот дух. Так а что они неправильно сказали? Не важно слова. Важно, из какого духа они вышли. И вот они приняли то, что было от сатаны. И они оказались какими? Побежденными. Поэтому римляне говорят в 12 главе, что не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь. Вот этот процесс, который должен происходить в жизни твоей и моей. Не сообразоваться. То есть, do not be conformed. То есть, по-английски conformed. То есть, в переводе это значит, не будь адекватным с этим миром. Do not be on the same page with this world. Другими словами. Адекватный. Вот этот человек, он адекватный. Он вписывается. Понимаешь? А вот этот человек неадекватный. И если ты вписываешься в этот мир, ты адекватный. Значит, ты conformed with this world. To this world. Нет. Ты должен преобразовываться. Ты должен быть не от мира сего. Ты должен быть здесь странный какой-то. Ты должен быть как бы не от мира сего. Люди говорят, он не от мира сего. That's exactly what you need to be. Послание в книге Откровения. Вот смотрите, Откровение, 3 глава. И вот 4 стих. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежь своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Обратите внимание. Еще раз. Впрочем, то есть он говорит, ты имеешь, что там в начале, ты имеешь, я не помню, что там сказано, что, по-моему, ты имеешь вид, будто ты жив, на самом деле ты мертв. По-моему, так. Но неважно. То есть Господь обличает эту церковь, или пастор этой церкви, и, в общем-то, обличает. Впрочем, то есть он видит, что там есть нечто доброе. Что он видит? Он говорит, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек. Он нашел только несколько человек, которые не осквернили одежь своих. И вот они, он говорит, будут ходить со мной в белых одеждах. Они достойны. Хорошо. А остальные? А остальные? Господь нашел только несколько. Несколько – это few. Да? По-английски. Ну, в принципе, он то же самое сказал в Евангелии, что only few are going to make it in. Только несколько. Few. Но few – это немного. Так а остальные? А что такое осквернили, мы уже поняли. Поэтому вот я уже говорю на эту тему уже где-то четвертую субботу. А ведь верующие. И вот они же вместе там сидят в церкви и занимаются какими-то церковными делами. И вот это вот то, что происходит в церкви. И вот еще пример. Осквернение. Дай нам, пожалуйста, второе послание Петра, вторая глава. Вот тут у меня что-то есть. Второе Петра. Вот смотрите. Я уже... Пятнадцатый стих, пожалуйста. Ага. Вот смотрите, что сказано. Смотри. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, запятая, который возлюбил мзду неправедную». Обратите внимание на самое начало стиха. Оставив что? Значит, они были на прямом пути? Значит, они были в порядке? А почему? А почему вы его оставили? В этом же стихе он и объясняет, почему. Потому что они возлюбили мзду. Что такое мзда? Мани. Деньги. Да? Они заблудились. Помните Валаама? Говорит, иди прокляни. Не, не пойду. Ну, дали ему больше. Пошел. Который возлюбил мзду. Что произошло с этим человеком? Он же был на прямом пути. А что ты ушел? Вот он объясняет, почему. Потому что ты возлюбил мзду. Ты возлюбил деньги. Ты возлюбил деньги. Деньги возлюбил. Корень всех зол. А что такое? Деньги – это мирское. Ты осквернился. И это же речь идет о верующих людях. Посмотрите, самое начало главы. Второе послание Петра. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси. Видите? Вот есть же лжеучителя. А чего они есть? А он неправильно понимает. Он просто неправильно. No. Он не просто понимает Писание. Они будут вводить ереси. Они будут отвергаться искупившего и Господа. И сами навлекут на себя скорую погибель. И многие, посмотрите, и многие последуют их разрату. И через них путь истины будет в поношении. И смотрите, третий стих наш. Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. То, что я говорил. Лезть, будут говорить, чтобы тебе было приятно слушать. Вот это вот человек. He is such a nice pastor. Он говорит всегда такое. Он тебя уловляет. Он тебя ловит. Почему? Потому что он тебя любит. Нет. Он деньги любит. Он это делает из любостяжания. Тут же так сказано. Третий стих. Из любостяжения. Это его мотив. Это его мотив. С судом давно готов. Они идут. Они преуспевают. Да. Но они идут на суд. То есть там... Вот. Ну и еще мы знаем, что... Ну, то есть это в церкви. Это в церкви. Это мир вошел в церковь. Они, эти люди, пораженные, побежденные миром. Они шли по прямому пути. А почему они совратились? Потому что они увлеклись. Есть три беды для верующего. Ну, в основном для служителей. Ну, для всех. Ну, в основном для служителей, которые... Вот пастыр там, в слове, тем более, если у нее большая там. Это деньги. И это тщеславие. Это гордость. Вот эти вот вещи. Они люди покупают. Ну, еще третий есть. Еще блуд есть. Знаешь, когда вот там есть вот это. Появляется какая-нибудь дама, которая... Есть у арт такой блуд, которого даже не слышно у язычников. То есть есть это. Вот эти вот три вещи. Ну, скажем, две. Будем... Это деньги. Корень всех зол серебролюбия, которую подвержишь. Сами отдали, подверглися многим скорбям. И... И вот это тщеславие. Люди покупаются. Почему? Потому что это то же самое, что происходит, когда дьявол пришел к Христу и предлагал ему это. Это же он ему все предлагал. А что он может предложить? Он может предложить похоть плоти, похоть отчей. А это все, что есть в мире. Это все, что есть в мире. Понимаете? И вот он предлагает. Христос не принял. Он не осквернился. А эти люди приняли. Они были на хорошем пути. Но они приняли. Понимаете? Они вкусили. И они осквернились. И они... И теперь они стоят на этом пути. И теперь они соблазняют других. Для верующего это две основные проблемы. Это корысть, деньги, прибыток. Для некоторых это благочестие для прибытка. Второе это тщеславие. Что такое тщеславие? Это слава человеческая. Это быть принятыми людьми. Я хочу быть принятыми вами. Я хочу быть принятыми людьми. Желание понравиться людям. В принципе, за этим стоит гордость. И чтобы понравиться, я буду тебе служить. Я буду тебе там что-то говорить такое. Я сделаю так, что ты прямо влюбишься в меня. И ты подумаешь, he's a really nice guy. No. Но это все за этим стоит мотив. Ungodly мирской мотив. Посмотрите, что делают эти наши политические деятели. Когда им нужна предвыборная кампания. Да они же один лучше другого. Все же красавцы. И обещают. И такие nice. И идет в народ. И жмет, и обнимает. Give you a hug. Ну, это же то же самое. Это же мирская технология. Это же мир. Так почему пастор должен это делать? Зачем это ему надо? Это же мирская технология. Это же мирские приемы. И люди, понимаете, и Павел об этом пишет Тимофеев. Будут льстить. От истины отвратят слух. И обратятся к басне. Почему? Потому что I'm having a good time at church. Да, но Христос не давал good time. Он давал hard time. Такой. И Иеремия 50 лет давал hard time Израилю. Поэтому они его... Посмотрите на жизнь Иеремию. Иеремия, ты будешь иметь скорбь. У него 50 лет. Министр это сплошная скорбь была. Там дня нормального не было. И вот ты должен устоять. Вот это вот мир. Вот это дьявол. Дьявол это не какой-нибудь там Бармалей. Вот это дьявол. Найс. Лукавый. Душевный. Добренький. Понимаешь? Который тебе улыбается. И который тебя любит. Который хочет тебя приобрести, но для того, чтобы потом погубить. Дьявол это само коварство. Это коварство. В высшей степени. Да. Ну и последнее местописание. Я... Уже все. У меня надо заканчивать. Первое послание Иоанна. Пожалуйста, Миша. Пятая глава. Четвертый стих. Я буквально скажу пару... Сейчас пару предложений. Тут сказано так. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Окей? Да, но люди родились от Бога. Вот эти люди, они, да, родились от Бога. Почему? Потому что Писание говорит, что они стояли на прямом пути. Когда человек родился от Бога, он победил мир. Потому что князь Миросева старается всей своей силой предотвратить того, чтобы человек родился от Бога. Потому что он родился в другой мир. Он ушел из этого мира. Вы помните, я говорил, что когда человек рождается, когда человек рождается вообще, вот ребенок рождается, он рождается в этот мир. Когда человек рождается от Духа, Он рождается в духовный мир, в небе, в Божий мир рождается. Он уже не от мира сего. Он родился, и ты победил. Но что потом происходит? Он потом оставляет прямой путь. Потому что лука выходит, как рыкающий лев, ища. Он знает, что ты любишь. Ну, я люблю там, кое-что люблю. Он это знает. Вот он тебе этот плод запретный. А ты взял ее и надкусил его. Ну, я образно говорю. И будь здоров. И оно вошло в тебя. И будь здоров. И оно потом растет, как закваска. И пошло, и пошло. И потом ты продолжаешь ходить в церковь еще 30 лет. Ну, и еще ходи 30 лет. Еще 130 лет ходи. Да, но там же уже все. Там же уже компромисс. Там уже осквернение. Этим микрофоном пользуется уже налево-направо. Все подряд. И на футбольном поле, и песенки поют. И блатные песенки поют. И потом еще и проповедуют. Этот микрофон по рукам пошел. Он уже не про... Там уже вообще, понимаете. А Бог уже давно не слышит, что я говорю. Потому что он уже оскверненный. Богу нужно говорить с микрофона, который посвящен только для Слова Божьего. Но если он уже пошел там по всякому... Я уже говорю через микрофон и хорошо говорю. А Господь говорит, я ничего не знаю. Это не доходит до меня. Потому что оскверненное. А он хорошо говорит. А дальше потолкает и ничего не идет, что он говорит. Потому что и уста сквернены, и совести сквернены, и они негодны ни на какое доброе дело. И дальше он говорит. Всякий рожденный побеждает мир. Теперь твоя задача... Ты родился свыше, ты победил мир. Теперь твоя задача остаться победителем. Ты родился от Слова. Да. Теперь твоя задача какая? Пребывать в Слове. И чтобы Слово пребывало в тебе. И победа сия. Помните, Христос говорит, я победил мир. Мир никто победить не может, кроме него. Но победа ваша... Вы тоже можете победить. Но ваша победа... Это есть что? Это есть вера в Него, в Того, Который единственный, кто победил мир. Вообще, вот эта мысль... Послушайте, все, что сделал Христос... Она, кстати, где-то набросала ее. Все, что сделал Христос, это должно стать твоим личным. Я поясню. Его смерть должна стать твоей смертью. Если Христос умер, а ты нет, значит, для тебя это мало что приносит пользу. Потому что мы смертью... Неужели вы не знаете, что в смерть Его мы крестились, что уже я сораспялся? Понимаете? То есть Его смерть – это твоя смерть. А если Его смерть стала твоей смертью, тогда что происходит? Тогда Его воскресение станет твоим воскресением. Если Его смерть не стала твоей смертью, значит, и воскресение Его не станет твоим. Вы понимаете? Нельзя воскреснуть, если ты не умер. Его праведность стала... Что? Твоей праведностью. Он наследник, а ты кто? Со-наследник. Его победа стала твоей победой через что? Через веру. Все его стало твоим благодаря только твоей вере. Только твоей вере. Верой ты достигаешь. Вера твоя вменяется тебе во что? В праведность. Верой ты погружаешься в его смерть. Верой ты совоскрес. Верой ты сонаследник. Верой ты получаешь победу над этим миром. Верой в его победу. Ты отождествляешься с ним. И все, что Христово, его личное, оно должно стать твоим. И это ты должен сделать это своим. Не он это делает, а ты. И как ты это делаешь? Это понятно? Ты веришь. Ты верой принимаешь его победу и побеждаешь этот мир. Мирские цели, мирские направления, мирские мысли, мирские, вот эти все вещи, этого не должно быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...